Большие перемены ждут Затулинский городок аттракционов. По концепции развития зеленых зон в этом месте создадут дисперсный парк, который будет сочетать в себе много функций. Тихий отдых и активные, спортивные и культурные площадки. Сегодня концепцию развития обсуждали не только специалисты, но и жители микрорайона. Парк будет создаваться с учетом их интересов. Подробнее Анна Гурьянова. Безымянная козочка, ослик-татошка и лошадка-волна – любимцы детей и взрослых. Контактный зоопарк на Затулинке появился первым в городе. Он и сейчас – визитная карточка городка аттракционов. Здесь тихо, спокойно, песок, дети играют, горки. Конкуренцию контактному зоопарку составляют аттракционы. Все они только для маленьких детей. Есть запрос от подростков на развитие подростковых активностей. Есть запрос от жителей старшего возраста. У нас есть достаточно хорошие прогулочные маршруты, но общественное питание и программы для людей более старшего возраста – вот, наверное, основные моменты, которые мы будем отрабатывать. Городок аттракционов по проекту станет частью Затулинского дисперсного парка. В него войдут аллеи на улицах Петухова и Зорги, сквер «Союз Кировчан», кинокомплекс «Рассвет», стадион «Фламинго». Оформление будет в едином стиле. Появятся велосипедные и пешеходные дорожки, арт-объекты, основной запрос жителей – озеленение. Также сопроводить эти все тротуарные дорожки интересными зелеными насаждениями. То есть уходить от тополей и клёнов и переходить к более креативным, интересным зелёным насаждениям кустарников, цветов. Авторы проекта также предлагают организовать место для любителей граффити. А ещё – летний театр, где будет играть духовой оркестр. Затулинский парк должен стать любимым местом отдыха для всех. У нас же как получается? Я приехал домой, зашёл в свою квартиру и не хочу оттуда выходить, потому что мне некуда пойти. И вот эта вот среда, вот мне очень нравится, эта комфортная среда, она должна быть у нас доступна, чтобы мы вышли и насладились вот этой природой. Средства на создание Затулинского парка выделят в следующем году. Но и в этом сезоне жители микрорайона ожидают небольшие сюрпризы. У контактного зоопарка, например, появился зимний домик. Погладить ослика, татошку или енота, айру можно будет в любое время года. Анна Гурьянова, Евгений Макаров, Новосибирские новости.